Вместе с тем в правительстве полагают, что такая тенденция не может быть продолжительной. Как заявил накануне Дмитрий Медведев, кабинет министров и Центробанк контролируют ситуацию. Кроме того, ожидается, что поддержку национальной валюте окажут и экспортеры. В таких ситуациях самое главное не нервничать, не принимать скоропалительных решений, потому что валюты ослабляются, девальвируются, а потом восстанавливаются, что происходило с рублем в последний год, и не только из-за нефтяных причин, но по понятным причинам и из закрытия для Российской Федерации рынков капитала, введения санкций в отношении наших банков. Это происходит и сейчас. Я думаю, что этот процесс не будет бесконечным. В ближайшее время будут и дополнительные валютные продажи со стороны наших экспортеров, что также будет сказываться на котировках рубля. Я уверен, в среднесрочной перспективе эта ситуация успокоится. Рубль вернется к усредненно нормальным показателям. Это заявление Дмитрий Медведев сделал во время своей рабочей поездки по Дальнему Востоку. В ходе ее премьер посетил строящийся космодром Восточный, где осмотрел стартовые технические комплексы. А также побывал на Курильских островах. Там Дмитрий Медведев пообщался с участниками молодежного форума ИТУРУ. Глава кабинета сообщил, что наша страна расширила свои границы на шельфе в Охотском море. Соответствующее постановление уже подписано. России отошли более 50 тысяч квадратных километров прибрежных территорий. Заявка на этот участок была подана два года назад. И вот теперь после согласования с ООН и соседними государствами он официально принадлежит России.